В Волгограде состоялось расширенное совещание по реализации указа президента Российской Федерации о национальной стратегии действий в интересах детей. В нем приняли участие представители общественности, министерств соответствующего профиля и организаций области. Провела рабочее заседание уполномоченной по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева. Если говорить о стратегии действий в интересах детей, то здесь уместно напомнить, что у нас указом президента Российской Федерации была утверждена национальная. Стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 года. С 2012 года эта стратегия реализуется. И в Волгоградской области в соответствии с этим указом действительно была принята своя региональная стратегия действий. А что такое стратегия? Стратегия – это некий такой длительный путь, который мы должны тактически пройти. И весь этот путь направлен на то, и все эти действия направлены на то, чтобы улучшить положение детей в регионе и в целом в Российской Федерации. И здесь очень важна концентрация взаимодействия всех ведомств, так или иначе связанных с помощью, которая оказывается детям, и наших областных ведомств, и федеральных ведомств. И поэтому координация этой работы, она, в общем-то, возложена на координационный совет. Главным вопросом повестки заседания стало обсуждение исполнения в 2014 году плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений, стратегии действий в интересах детей Волгоградской области. В докладе заместителей министра образования и науки Волгоградской области были обозначены успехи в области здравоохранения, культуры, образования, отдыха детей, семьи и материнства, физкультуры и спорта. В Министерстве культуры Волгоградской области в рамках плана мероприятий осуществляется формирование и обновление базы данных одаренных детей. Внедрение в детских школах искусств общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями, направленные на формирование допрофессиональных навыков обучающихся. Общеобразовательные программы введены и реализуются в 42 детских школах искусств Волгоградской области. Вводятся областные фестивали детского самодеятельного творчества. В 2014 году 83 детские школы искусств пополнили свой фонд музыкальным и иным вспомогательным инструментариям на 650 единиц. В настоящее время в Волгоградской области число детей, получивших дошкольное образование, составляет 100 709 человек в возрасте от 0 до 7,5 лет. В том числе в возрасте от 3 до 7 лет 87 397 детей. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился и составляет в 2014 году 97%. На базе 52 ресурсных центров, функционирующих в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области, созданы центры образовательной робототехники. Приобретенные 262 комплета робототехники, организовано 5 центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На базе родильных домов Михайловка, Урюпинского района, Камышинской городской больницы, клинической больницы номер 5, Волгоградского областного клинического перинатального центра номер 1. В 2013 году в Центре медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обратились 336 женщин, за 9 месяцев 2014 года 206 женщин. На территории Волгоградской области продолжает свою работу детский телефон доверия. Так, за 9 месяцев 2014 года на детский телефон доверия поступило 8284 обращения. Из них 6165 обращений от детей и подростков, 1282 обращения от родителей и лиц их замещающих и 837 обращений от иных граждан. В том числе поступило 27 сигналов о жестоком обращении с ребенком в семье, 2 обращения по жестокому обращению вне семьи, 2 обращения по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка и 5 обращений по проблеме суицида. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, общее количество звонков увеличилось на 38,7%. У нас в регионе очень серьезно проводится работа по увеличению количества детей, охваченных занятием спортом и физической культурой. В настоящее время в Волгоградской области существует 4403 спортивных сооружения. Из них спортивных залов 1049, плоскостных сооружений 2481, бассейнов 50, стадионов 44. Ежегодно на территории Волгоградской области проводятся спартакиады, учащиеся в образовательных учреждениях по 17 видам спорта. На территории Волгоградской области действует 492 молодежных клуба, который посещает 106 690 молодых людей и 83 молодежных центра с охватом 172 706 человек. Помимо этого, говорилось о порядке межведомственного взаимодействия в сфере защиты детей и подростков от всех проявлений дискриминации, физического насилия, грубого обращения и оскорблений достоинства и чести. Начальник департамента Организации социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области рассказал об оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим в сельской местности. Такая помощь может быть назначена семье один раз в пять лет. Для назначения адресной социальной помощи заявители, являющиеся представителями, совершеннолетними представителями малоимущих семей, обращаются в центр по месту жительства, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Либо также они могут в рамках соглашения обращаться в орган местного управления, который соберет необходимые документы и представит их в центр для рассмотрения. Общие итоги совещания подвела его председатель, уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области. Сегодня было очень интересное заседание и, безусловно, довольны тем, что нам удалось подвести итоги, нам удалось констатировать определенные успехи в положении детей в Волгоградской области. Но и, безусловно, мы для себя совершенно отдаем отчет, что очень много работы в этом направлении. Продолжение следует...